приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня мы продолжим рассматривать архивы кгб тексты которые были изъяты у немцев после второй мировой войны и так продолжим доказательством того что на земле как это указано в текстах альманахов несколько раз происходили армагеддоны и потопы может служить факт что в соленой морской воде содержание углекислого газа в 60 раз больше чем в атмосфере и пресной воде возникает вполне обоснованное предположение что это может быть связано с гигантским пожаром полыхавшим на земле после чего углекислый газ вымылся в мировой океан в результате потопа если учитывать то обстоятельство что биосфера земли было в 64 раза больше по численности чем нынешняя то вполне может быть что ледяные шапки которыми покрыт северный и южный полюс образовались от влаги уничтоженной сгоревшей биосферы в 1977 году американские и канадские ученые произвели сенсационное исследование микрочастиц и содержащихся элементах в пробах льда изъятого из глубин промерзания в гренландии и антарктиде равные периоду 12 тысяч лет до нашей эры исследователями установлено что действительно 12 тысяч лет до нашей эры на земле полыхал невиданный пожар что характеризуется содержанием остатков углекислого газа превышающего допустимую норму в 97 раз а также наличием микрочастиц вулканического пепла от пожара и резким снижением числа изотопа кислорода в этих средах канадские биологи провели аналогичные исследования по срезам льда в гренландии и антарктиде было установлено что примерно 75 тысяч лет назад на земле произошли извержения вулканов что вызвало ледниковый период это открытие вписывается в исследование аннрб об этих событиях произошедших 77 тысяч лет назад от составления рукописи рассказывает египетский историк манифон в списке царей сотрудниками не главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил сср проведен анализ и исследование вытекающие из тезисов правительственного доклада сша 1980 года президенту о положении в мире к 2000 году один из четырех томов доклада посвящен глобальному изменению климата и прогнозу природной обстановки в начале 21 века 2000-2012 годов в докладе говорится что в указанный период времени на земле ожидается глобальные катаклизмы которые повлияют на жизнь человечества и существующей цивилизации примерно к 2010 году произойдут изменения сначала магнитных затем географических плюсов сторону североамериканского континента воды мирового океана в течение месяца затопят сушу до уровня приблизительно до 5000 метров на пять километров значит повысится уровень воды откуда столько воды взять скажите мне для североамериканских штатов и для всего североамериканского континента останутся безопасные места на вершинах горных систем кардельер и местности прилегающих к высоте макинли на аляске логан сша канада 5951 метр на возвышенности святого ильи возвышенности арисаба и попокотель пель в мексике в течение двух недель воды потопа смоют с лица землегорную систему опалачи и пик митчелл а в течение следующих двух недель под воду уйдут скалистые горы и пик эльберт который равняется четырем с половиной километрам северные южноамериканские континенты в течение месяца погрузится под воду крупные промышленные центры окажутся под водой на глубине до 200 метров то есть они хотят сказать что повышение воды будет примерно на пять километров если разобраться то океаны глубиной примерно там несколько километров может быть пять километров есть и конечно более глубокие места но среднем несколько километров глубина океана то есть и морей откуда на земле возникнет столько воды но понятное дело по их теории там что земля вращается да она шарообразная якобы и океаны там в результате смещения каких-то полюсов окажутся резко на суше но как ни крути этот шар как говорится все-таки вода это вернется на свои места и я не думаю что это будет происходить там в течение каких-то лет по логике вещей это произошло бы в районе может быть максимум нескольких недель вот чем дело то есть и до пяти километров я не думаю что там достигла бы какая-то глубина прямо на материках если так разобраться я так понимаю что на самом деле кто изучает давно конспирологию эзотерику тот уже был давно знаком с вот этими всеми эзотерическими учениями которые приходились на конец прошлого века и начали на начало нашего века на начало уже даже третьего века нашего и все они примерно были похожи одинаковые там очень большое влияние оказали рерих и елена бловацкая и писали там в своем тибете многие такие тексты которые впрочем потом и легли в основу всех этих учений и скажем так и немецкой германии потому что их главного человека было сказано вот объясните мне картину мира как все что здесь положено и как и что то есть найдите какие-нибудь там артефакты которые помогут выиграть войну и прочее ну эти и скажем так эзотерики недолго думая начали обращаться к тем авторам которые на тот момент уже существовали да то есть эзотерическая наука конспирологическая наука она еще на самом деле в то время не шагнула вперед как сейчас хотя и сейчас она не слишком развитая но все же до формы земли мы все-таки с вами дошли уже она изменила абсолютно все северные и южноамериканские континенты в течение месяца погрузится под воду безопасным местом для южноамериканского континента станут вершины горной системы ант и районы прилегающие к пику аконка гуа аргентина и ахось дель салада в аргентине или чили реальность для спасения жизни останется у 4 процентов населения северной и южной америки безопасным местом для населения африки будут горы килиманджаро танзания кения и пик маргерита уганда конго реальность для спасения жизни останется у 1 процента населения африки какие жесткие прогнозы уже на дворе 2023 год они к 12 году обещали смену каких-то полюсов какие полюса могут быть в земле я не понимаю австралийский континент будет полностью затоплен перспектива спасения населения отсутствует глобальная картина затопления по мнению американских специалистов будет представлять собой следующее событие воды тихого океана с правой стороны смоет северный и южный континент с левой стороны австралию юго-восточную азию индокитай японию в россии затопление будет происходить медленнее из-за большой территории и того что на путевом потопа окажутся горы срединного хребта корякского и колымского нагорья а также сихоте алинский джук джурский яблоневые хребты а также уральские гималайские тяньшанские и кунунские горные системы с учетом этого разница высот затопления по сравнению с северными и южноамериканскими континентами в россии будет другая москва уйдет под воду в течение двух недель с момента катастрофы уральские горы от воркуты до орска будут затоплены до высоты тысячи метров большой шанс для спасения представиться народом проживающим в районе среднесибирского плоскогорья и тяньшанской горной системы реальность для спасения жизни в ссср останется у 25 процентов населения европейская картина потопа будет выглядеть следующим образом остров исландия будет погружен под воду частично ирландия будет затоплена полностью британские острова погрузится под воду на 90 процентов на суше отстанутся гранд пианские горы город бен невис который находится на высоте 1343 метра а также пенинские горы северная часть европы протяженностью от пиренейского полуострова до границ россии будет затопленная пиренейский полуостров останется незатопленным испания затопится по берегам атлантического океана на 15 процентов франция уйдет под воду на 50 процентов на суше останутся альпы и часть центрального массива италия погрузится под воду на 50 процентов на суше станутся опенины город корно гранде который находится на высоте 2912 метров остров сицилия вулкан этно острова сардине и корсика погрузится под воду частично по береговой низменности также по береговой низменности уйдет под воду полуостров пелопонез на суше останутся карпаты с прилегающими к ним населенными пунктами дания прибалтийские республики ссср финляндия и часть швеции погрузится под воду норвегия затопится вплоть до береговой линии на суше останутся только ее территории которые расположены на скандинавских горах безопасными местами в европе станут также горные системы монблан франция италия 4803 метра монтероза италия 4634 метра этно моторхорн в швейцарии юнгфрау реальность для спасения жизни останется у 20 процентов населения европы что хочу от себя добавить то что если ссылаться на индийские веды то всемирный потоп нужно ожидать еще очень очень не скоро он произойдет примерно через 400 чем-то тысяч лет потому что всемирный потоп прежний скажем так был совсем недавно около трех тысяч лет назад это по индийским ведом дело в том что есть всемирные потопы которые запланированы скажем так механизмом земли на которой мы живем и механизмом варши скажем так отдела земли в котором мы живем из пяти континентов вернее даже не так неправильным будет так сказать дело в том что наша земля не ограничивается нашими пятью континентами это называется двипа мы находимся в сударш на двипе то есть в острове колеса потому что наш отдел земли похож на остров колеса мы находимся в огромной варши коротко которая состоит из девяти двип вот этих вот и механизм этой бхарата варши называется так состоит из смены времен скажем так эпох и времен и конце каждой эпохи в начале другой эпохи происходит всемирный потоп вот этот потоп был совсем недавно поэтому очередного всемирного потопа ждать еще очень-очень не скоро но кроме всемирных потопов могут быть и потопы вызванные катаклизмами которые могут делать сами люди или не другие какие-нибудь силы поэтому вполне вероятно что может быть какой-то потоп но смена каких-то плюсов с затоплением на пять километров ближайшее время я думаю нам не грозит но это нужно очень очень сильно постараться хотя люди способны еще и не на такое и так большая часть средиземноморья включая турцию останется на поверхности азия погрузится под воду до гималайских гор индия будет затоплена тибетская нагоре станет убежищем для миллионов китайцев у которых будет шанс спастись в этой катастрофе безопасными местами в азию станет горные вершины эвереста китай непал чагури пакистан кандженджанга анапурна непал реальность для спасения жизни останется у 20 процентов населения азии мне интересно так если на эти горы забраться там же сплошные снега и льды какое там может быть спасение внизу вода вверху снег таким образом из всего населения земли погибнет 80 процентов людей при таких обстоятельствах у американского правительства вызывает опасения то обстоятельство что после предполагаемой катастрофы россия арабский мир и индо китай сохранят свои промышленные центры и часть военного потенциала американцы отмечают в докладе что причины этого катаклизма будут связаны с межпланетными дисфункциями специалисты главного разведывательного управления ссср отмечают что правительство сша всерьез занялось изучением вопроса геофизики и прохождением космических тел вокруг солнца которые могут создать межпланетные дисфункции известно что американское правительство приступило к строительству специальной базы для спасения людей и животных на аляске вдоль десяти самых высоких вершин находящихся на аляскинском хребте в районе городов маг кинди и фаракера также начато строительство сборных центрах в районе городов джердайн и торберта но всякие бункер и убежища в современное время да и в то время очень любили строить и строят до сих пор их потому что люди очень любят скажем так почувствовать себя какими-то царями и богами всякий раз может прилететь какая-нибудь ответка поэтому очень любят бункеры люди на программу строительства центров выделено 500 миллиардов долларов в том же регионе создается пантомные базы гсм и горно-строительного оборудования создан спецподразделения где военные инженеры армии сша заняты освоением глубоких высокогорных пещер программа носит условное название аргон наряду с этим стоит отметить что преследующие определенные эгоцентрические цели правительственные округи сша и цру с 50-х годов стали скрытно переходить к изучению протекавших на земле гео и био и социо процессов как связанных между собой и с системой космо физических процессов с 60-х годов начали целенаправленно исследовать и прогнозировать масштабы вероятных геофизических и разных процессов и катаклизмов грядущих на земле на рубеже двадцатого и двадцать первого веков американские разведывательные службы с 60-х 70-х годов стали развертывать на международном уровне крупномасштабную дезинформационную кампанию по внедрению и укреплению доминирующей мировой и советской науке тех теоретика методологических концепций методических технологических и прикладных направлений которые способствовали бы стратегической мировоззренческой и практической неготовности своих вероятных противников и конкурентов грядущим катаклизмом но если взять во внимание конкретно сша то у них свое время был очень большой бум на строительство разных там бункеров подземных и убежищ и прочего потому что была холодная война американцы достаточно сильно боялись скажем так всяких приколов в ссср я не думаю что так было но все же там опасались чего-то чем вы меньше знаете про то сша тем лучше от сша наоборот очень много знали про ссср и про все что там происходит в самом ссср там но есть какой-то там сша ну и все вам туда не нужно живите здесь все у вас тут будет нормально такой принцип и сейчас сохраняется но с развитием интернета уже очень трудно что-то там рассказать неправильное в настоящее время власти сша и разведывательные службы приступили к развертыванию комплекса непрямых подрывных экономических научных политических психологических акций по скрытой дестабилизации обстановки в ссср и его союзников и крупномасштабной разработки программ комплекса средств наземного воздушно-космического и другого базирования ориентированных на скрытую интенсификацию глобальных и локальных деструкций в зоне поражения на основе прогнозирования и резонансно-волнового усиления свои перспективы они определяют выход на стадию расширенного развертывания в геопространствах евразии и советского союза всех развиваемых средств и попыток их маскируемого комплексного задействования в целях последующего установления жесткого контроля над данной частью планеты наиболее геоустойчивый и ресурсообеспеченный в ближайшие столетия ну что хочется сказать по этому поводу дело в том что если такого масштаба катаклизмы то к ним готовится ну возможно какой-то бункер там в горах и переживет это все но там останется человек я не знаю не очень много как бы там на ближайшие несколько десятков может и сотню лет там из того бункера вылезть невозможно будет скажем так если он еще целый останется поэтому тут очень трудно предугадать такие события хотя такие события возможно были и в средние века поэтому они уже знают к чему готовится опыт скорее всего есть в таких делах складывающаяся ситуация в развитии планеты советской научной народно-хозяйственной и военной практики а также маскируемых стратегических приготовлений сша представляет необходимость срочно повысить государственные усилия координации и поддержки передовых отечественных специалистов исследовательских групп междисциплинарная интеграция которых могла бы дать в относительно сжатые сроки принципиально новые мировоззренческие и прикладные результаты в сферах раскрытия происходящего в солнечной системе а также касающихся планеты земля и ее природы человечества и непосредственно сср прогноз и ослабление стихийно разрушительных угроз безопасности советского союза упреждающего вскрытие и противодействие агрессивным планам и акциям сша скрыто опирающихся на различные дестабилизирующие и разрушительные механизмы природы и общества и стратегическую дезинформированность научного государственного и военного руководства стран объектов воздействия ну смысл такой то есть документ кгб который был изъят у аннрб в свою очередь и сша знали о всех этих документах и советский союз знал об этих документах в то время как все люди себе спокойно там жили поживали скажем так после войны уже там отстраивалась скажем так вся инфраструктура и города в советском союзе американцы занимались скажем так приготовлениями к глобальной катастрофе в то же время и ссср знала об этом и тоже готовились какой-то глобальной катастрофе а все из-за чего из-за какого-то эзотерического документа который был изъят у немцев которые в свою очередь его скажем так достали на тибете то есть мы говорим в современное время о том что две мощные сверхдержавы опирались на какие-то эзотерические слухи можно так сказать да то есть всему остальному народу объясняли что это всего лишь сказки вот так вот работает у нас вся мировая система такие дела изменение галактического масштаба по мнением горы у происходит на протяжении последних 150 лет скорость движения северного магнитного полюса в 1904 году уравнялась 2-3 километра в год в 70-е годы увеличилась до десятков километров в год в настоящее время эта скорость составляет около 20 километров в год этот скачок северомагнитный полюс совершал в следующем порядке с 1831 по 1904 год 43 километра с 1904 по 1948 год 397 километров с 1948 по 62 год 133 километра с 62 по 72 год 54 километра 72 по 84 год 206 километров такими темпом этот северный ихный полюс окажется вообще в антарктике в сторону нулевого меридиана геофизического северного полюса между 70 и 80 параллелью скорость движения северного магнитного полюса непропорционально растет в период с 1831 по 48 год она колебалась от двух с половиной до пяти километров в год и постоянно возрастала скачок 803 километра магнитный полюс совершил за последние 150 лет при сохранении такой скорости действительно возможно что при движении на север северный магнитный полюс достигнет территории северной америки в 2012 году в настоящее время суммарный магнитный полюс не совпадает с географических а ориентиры на севере и юг по компасу становятся приблизительными последний раз периполюсовка северного магнитного полюса по мнению специалистов не игры у произошла 12 тысяч лет назад исходя из исследований древних отложений слоев лавы с железнодержащими включениями выявлено что напряженность диполярного поля земли изменяется вдвое с в периодом равным в 14 тысяч лет в начале нашей эры величина этого поля была в полтора раза больше чем сейчас соответственно при ослабивании диполя усиливаются локальные поля созданные математические модели показывает что если напряженность основного поля ослабнет и достигнет 0,2 от своей средней величины то магнитные полюса начнут беспорядочно перемещаться под влиянием усиленных аномальных областей ну уже двадцать третий год на дворе вроде как магнитный этот полюс на месте вопрос конечно интересный что такое магнитный полюс и почему он находится именно на севере нашей ячейки это очень хороший вопрос если северный магнитный полюс таким образом перенесет линии экватора произойдет инверсия географических полюсов аналогичные процессы нарастания дрейфа магнитных полюсов происходит на уране и нептуне из чего следует что ускоряющийся дрейф полюсов земли связан с глобальными процессами происходящими в глубине солнечной системы и галактики млечный путь они показывают основное влияние на фразы развитие биосферы земли и жизнедеятельность человека из-за смещения подошв радиационного поля земли постоянно увеличивается количество природных катаклизмов с причинением высокого ущерба промышленности государством и большим количеством жертв и пострадавшим с 1963 по 1967 144 катастрофы 68 по 72 167 катастроф 73 по 77 182 катастрофы с 1978 по 82 годы 292 катастрофы тоже хочется сказать по этому поводу все же помнят когда 2012 года вот такая вот сохранялась тенденция якобы в мировой конспирологии и всем этом по всех каналах российских и зарубежных постоянно твердили одно и тоже увеличивается количество катастроф ванга там предсказала конец света в двенадцатом году и прочее то есть к этому году все нарастало такое напряжение нарастало 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 2012 год настало и вроде как бы все нормально потом и 13 и 14 и уже 23 и вроде как живем то есть катастрофы ушли в небытие там все время постоянно вспоминали этот календарь майя который на котором заканчивается 2012 году вся эта скажем так движуха но живем до сих пор поэтому это такая конспирология до 12 года я ее так назову по утверждению специалистов горы у для осуществления прогнозирования перспектив дрейфа магнитных полюсов и природных катаклизмов связанных с геофизическими процессами необходимо создать на базе кгб и совета министров ссср специализированное ведомство в которое вошли бы ведущие разработчики этой темы от не игры у м о с с с р и кгб ссср это была очередная глава из архивов кгб которые были взяты в свое время у общество аннрб с вами был белогор всем спасибо за внимание до встречи в следующих выпусках